На площадке перед военкоматом собралось более 30 школьников. Они пришли сюда на торжественное посвящение в юнормейце. В этот раз нагрудным знаком юнормейской доблести третьей степени наградили двух человек. Богдана Розенкова – юнормейца военно-спортивного отряда «Вымпилатом» и Дарью Воробьёву – командира второго отделения военно-спортивного отряда «Вымпилатом». Для обоих эта награда стала первой и очень почётной. Сколько я знаю, медаль не так уж и часто раздают, а впечатление, счастье какое-то, что я добилась таких успехов. И меня наградили. Что для этого делал? Участвовал в разных соревнованиях, участвовал во многих этих присягах. Мы вносили очень много раз флаг, два раза вносили флаг. И вот сегодня я получил медаль. В Сароме нагрудным знаком юнормейской доблести награждены всего семь человек. Все они – воспитанники военно-спортивного отряда «Вымпилатом» Саровского физико-технического института «Нияумифи». Медаль юнормейской доблести вручается, в принципе, за совершенно разные заслуги. В первую очередь это спорт. То есть, если человек достигает какого-то результата, кандидат мастера спорта, мастер спорта, всё это заносится в юнормейскую личную книжку. По истечению трёх лет, когда юнормеец прозанимался в данном движении, он может собрать так называемое портфолио. То есть, все свои заслуги, грамоты, спортивные, творческие. Отправляется это всё сначала в Нижегородский штаб, оттуда это всё отправляется в Министерство обороны Российской Федерации. И там уже комиссия решает, удостоен он такой награды или не удостоен. В завершении мероприятия школьники произнесли клятву юнормейца. Они поклялись всегда быть верными своему отечеству, юнормейскому братству, соблюдать устав юнормии, быть честными, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручке, быть защитниками слабых и преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учёбе и спорте. После чего ребятам вручили книжки юнормейца. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.